Всем привет! Сегодня хочу рассказать о такой процедуре, как лифтинг нефертити. К нам часто обращаются пациенты с жалобами на морщины в орбитальной зоне. Простыми словами, если говорить, это гусиные лапки, лобные и межбровные морщины. Это для многих из вас, я думаю, не новость. Каждая вторая девушка, женщина уже колола верхнюю треть, видела хороший результат. Думаю, осталась довольна. Почему? Потому что без ботокса я уже не представляю свою жизнь. Хочу обратить ваше внимание на шею. Почему? Потому что сама столкнулась с этой проблемой, когда здесь подтянута хорошо, филеры спасают, где-то ботокс, где-то нити, а шея, шея и кисти рук нас очень часто выдают, к сожалению. Первые изменения пациент наблюдает в этой области, где-то от 30-35 лет, у всех по-разному. С чем это связано? То есть, когда повышен тонус подкожной мышцы шеи. Сейчас я покажу примерно, как это выглядит. Мышца, значит, начинается от ключицы, волокна ее идут от ключицы и перебрасываются через край нижней челюсти. Если мы попросим пациента сделать такое движение... Видим, да? Сейчас я подойду поближе. Мы наблюдаем два тяжа. То есть, вот что нам нужно расслабить. Эту мышцу. С какой целью мы рекомендуем эту процедуру? И что подразумеваем? Расслабить мышцу. Что мы получим? Допустим, я планирую установку нитей 17-го числа. Обязательно покажу, расскажу. Уже, наверное, прошел год или год. Год и три месяца после установки Актас. Сейчас немножко уже поплыл у меня овал. Предварительно. Что мне нужно сделать, чтобы пролонгировать действие нитей? Если я поставлю нити без предварительного релакса мышц шеи, что я получу? Я могу ее немножко сорвать. Каким образом? Когда напрягаю мышцу. Вот. То есть, мне поставят нить, и я буду вот этим движением напрягать свою шею. А я люблю по жизни напрягаться. Я могу ее сорвать. Как у меня было в предыдущий раз. Немножко сорвалась ниточка. Все, все живы, здоровы. Она стоит, никто не замечает, я не чувствую. Ну, следующим этапом я вам расскажу о такой процедуре, которая также хорошо влияет на овал лица. Это жевательные мышцы. Вот. Если мы их напрягаем, то есть, нужно прикусить эту мышцу. За счет релакса, жевательные мышцы, что мы получим? Мы немножко утопим ее. И получим ямочки, то есть, впадины после скулы. И, опять-таки, улучшим сам контур. И также можно расслабить мышцу, опускающую угол рта. Вот, видим, да? Мы можем ввести небольшое количество ботокса, расслабить и также поднять уголки. Сейчас мы приступим к процедуре. Мы уже подготовили шприц, в котором 50 единиц ботокса, по 25 на каждую сторону. Почему я хотела снять это видео? Когда уже отпустит ботокс. Колола я его где-то полгода назад, все было хорошо. Вот сейчас он отпустил. Я могу наглядно показать, для чего я это делаю. На предыдущих видео видно, и даже сейчас. Вот я глотаю слюни, и у меня просто вот эта нижняя часть вся ходуном. Тут точки, углы опускают. Вот почему я и хотела обратить ваше внимание именно на зону шеи. Потому что наши пациенты и вообще девочки достаточно ухоженные на сегодняшний день, продвинутые, прокаченные, лица у всех хорошие, ухоженные, но шея, кисти рук, декольте очень часто страдают и выдают, к сожалению, наш возраст. Вот. Ну что, приятного просмотра.